17 октября на базе Дома детского творчества состоялась церемония награждения победителей и призёров сразу двух городских конкурсов. Выставка творческих работ из природного материала «Смоленск. Город-Ключ» и конкурс рисунков «Моя Смоленщина». Итоги конкурсов подводила профессиональная жюри из пяти уважаемых педагогов под председательством инспектора комитета по образованию Татьяны Владимировны Токаревой. Дорогие ребята, я хочу поблагодарить вас за активное участие в конкурсе рисунков «Моя Смоленщина» и в конкурсе поделок из природного материала «Смоленск. Город-Ключ». И от имени всех членов жюри я хотела бы высказать восхищение вашим талантом, творчеством, вашей фантазией и выдумкой, благодаря которым простые листики, цветочки, травинки превратились в замечательные изображения памятников и символов города Смоленска и великолепные пейзажные зарисовки родного края. И хотела бы сказать, что в этих двух конкурсах приняли участие около 150 ребят из образовательных организаций нашего города. И вот такое большое число участников свидетельствует о том, что вы интересуетесь историей своего родного края, свидетельствует о том, что вы любите и гордитесь тем, что вы родились и живете на Смоленской земле. И свидетельствует о том, что вы гордитесь и цените то, что сделали для вас ваши прадеды, деды и отцы. И я желаю вам дальнейших творческих успехов, и чтобы ваши творения всегда проходили под медным голубым небом, под лучами ласкового теплого солнышка, в теплой дружеской семейной обстановке и в тесном сотрудничестве со своими школьными друзьями и под умелым руководством ваших любимых воспитателей и учителей. Прошедшие в этом учебном году конкурсы были посвящены двум большим событиям нашей прославленной Смоленской земли 1150-летия города Смоленска и 70-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На выставку конкурс творческих работ из природного материала «Смоленск. Город-ключ» поделки были выполнены из разнообразного материала, а рисунки, представленные на конкурс «Моя Смоленщина», выполнены в различной технике. Жюри высоко оценило мастерство участников и, конечно, их творческий подход к предложенным темам. Громкими аплодисментами гости церемонии приветствовали самых маленьких конкурсантов, обучающихся дошкольных образовательных учреждений. Победителей и призеров конкурсов поздравили творческие коллективы Дома детского творчества «Магия» Айсидора Веснянка. Желаем и мы всем ребятам дальнейших творческих успехов! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...